Как выглядел Чернобыль в первые дни после катастрофы на АЭС? Что произошло с его жителями, кто был в числе ликвидаторов, и их жизнь после аварии? Как действует радиация и ее последствия? Об этом сегодня наша передача под грифом «Секретно». В Ульяновской области на сегодня живет 865 чернобыльцев или ликвидаторов, тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Столько стоит на учете в Ульяновском областном медицинском центре оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия и профессиональной патологии. Именно здесь с нами согласились встретиться пять чернобыльцев. Все они – выпускники Ульяновского училища связи, но вернулись в наш регион спустя много лет после аварии. Некоторые факты тех страшных дней озвучены ими впервые. 35 лет назад произошла авария, даже точнее, как поначалу именовалась, катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции имени Владимира Ильича Ленина. Фактически произошел ядерный взрыв мирного атома, последствия, которые были аналогичны любому ядерному взрыву. Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В ходе проведения проектного испытания турбогенератора на энергоблоке номер 4 произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. Это длилось всего несколько секунд. Обычные плановые испытания привели к самой крупной техногенной катастрофе 20 века. Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции был настолько сильный, что в клочья разлетелась тысячетонная крыша одного из реакторов станции. Позже ученые установили, что в этот момент было выпущено в атмосферу в 200 раз больше радиации, чем при бомбардировке армии США японского города Хиросимы. Основная тяжесть на ликвидацию последствий легла на кадровых военнослужащих, которые по тревоге были срочно вызваны, перенаправлены для ликвидации этой аварии. Попробуем восстановить картину последствий Чернобыльской катастрофы и ее ликвидации со слов чернобыльцев. Когда случилась чернобыльская катастрофа, авария на Чернобыльской атомной станции, я как раз стоял дежурно по отряду, принял этот сигнал, доложил командиру части. И командир части привел наш отряд в боевую готовность повышенную. И мы в течение двух часов выдвинулись на станции Синная, которая находится в 20 километрах от города Шихана, где мы произвели погрузку всей техники и личного состава. Юрий Наркевич после окончания училища в 1981 году по распределению был направлен в распоряжение начальника химических войск МО СССР. Приказом был назначен на должность начальника радиостанции 122-го мобильного отряда ликвидации последствий аварий космических спутников с ядерной энергетической установкой на борту. Я был начальником радиостанции. У нас была радиостанция у меня на четырех Уралах большой мощности. Но техника в основном химическая. Там у нас поротно были роты радиационной разведки на БРДМах и на РХМах. Есть такие специальные машины, которые занимаются разведкой радиационного фона. Вторая рота у нас была спецобработки, где арсы применялись авторазливочной станцией, которые занимались спецобработкой техники и людей. По словам Юрия Александровича, погрузка транспорта на эшелон шла в течение шести часов, а потом трое суток они лидерным шли неизвестно куда. Даже не сказали, куда мы едем, зачем мы едем и почему. Единственное, мы по направлению поняли, что мы едем в сторону Украины. Мы прибыли через два с половиной дня ночью, шесть утра, прибыли на станцию Янков и начали разгрузку техники своей. Станция Янов около Припяти стала популярной после знаменитой компьютерной игры «Сталкер Зов Припяти». Поселок и станция Янов дали начало городу Припять. До аварии на ЧАЭС станция относилась к юго-западной железной дороге. На станции выполнялась пассажирская и грузовая работа, примыкали подъездные пути ЧАЭС, нефтебазы и другие предприятия города Припять. Сразу после аварии на Чернобыльской АЭС радиационный фон на этом месте был очень высок. В связи с этим был снесен и захоронен поселок Янов, в котором проживало около сотни людей. Буквально через полтора часа у всего личного состава у нас сел голос, как при ангине. Потому что выброс был из реактора составляющий йод, и вот этот йод обужег щитовидную железу, и мы хрипели, вот как при ангине заболеваешь, так вот у нас такие были голоса. Никто ничего не мог понять, в чем дело, потому что, естественно, тоже нам им еще ничего не сказали. Куда мы приехали, зачем мы приехали, что мы должны сделать. 122-й мобильный отряд в количестве 250 человек, где служил Юрий Александрович Наркевич, в первые дни после аварии был первым с Приволжского военного округа, который участвовал в ликвидации последствий. Только когда увидели реактор, взорванный энергоблок, они поняли, что случилось, и только после этого им уже объяснили цель их приезда и задачи. В самом Чернобыле они разбили лагерь в 700 метрах от Чернобыльской АЭС, как они обычно делали на учениях. Химические роты начали выполнять свои задачи по проведению радиационной разведки, и на своих приборах, которые установлены на их технике, составляли специальные карты. В штаб руководства это все докладывали. Штаб руководства находился в самом городе Чернобыль в администрации. Командные штабные машины обеспечивали связь между всеми подразделениями. Работали только на прием. Выходить на связь самим им запретили, чтобы не выдать свое местонахождение. Инженерная рота, кстати, занималась захоронением вот этих машин пожарных, которые приехали самые первые тушить. Вот это вот там герои-пожарники, они поехали туда, они не знали, они думали, что они поехали на обыкновенный пожар. А когда приехали, через 10 минут у них горлом кровь пошла, они все шланги побросали, но было уже поздно. Потом их уже вывозили оттуда. Инженерная рота выкапывала специальные ямы, траншеи, и туда закапывали эти пожарные машины рядом с территорией атомной станции. Тогда они не представляли, насколько опасна их, казалось бы, простая работа. Некоторые умные умы, которые приехали с Академии наук, с Москвы, из Киева, все-таки додумались нас из-под реактора наш лагерь убрать. И мы только через три дня уехали в 30-километровую зону. По словам Наркевича, в это же время стали эвакуировать жители Чернобыля. Это было 3 мая 1986 года. Для нас, вот при нашем отряде, когда мы вывели за 30-километровую зону, эвакуировали город Чернобыль весь полностью. Сначала было, в первую ночь прибыли много-много автобусов, где-то в радиусе до 30-километров автобус стояли. Люди, которые брали из квартир своих вещи, документы, узелочек, какой-нибудь рюкзачок возьмут и все, и больше никого, ничего не могли брать. Ну, естественно, брали домашних животных, кошечек, собак и всех остальных. По словам Юрия Александровича, в ночь следующего дня эвакуировали крупный рогатый скот. Секретно. Начальнику управления КГБ УССР по городу Киеву и Киевской области генералу-майору товарищу Быхову от 28 июля 1986 года. Из хозяйств Чернобыльского района было эвакуировано 40 тысяч 16 голов крупного рогатого скота, из которых 13 тысяч 15 задано на мясо. Почти 26 тысяч голов выведено в другие районы области и 12 тысяч голов находятся по месту дислокации сельхозпредприятий Чернобыльского района. 5 тысяч голов осталось в колхозе имени Мичурина Чернобыльского района. И уже после этого при нас же опять организовался отряд МВД, который патрулировал на двух БТРах и старались, кого не забрали, вот этих там каких-то коз забыли оставили, каких-то собак, их просто истребляли, отстреливали, чтобы у них бешенство не началось. То есть куры, кур никто не трогал, с собой не увозил, они сами по себе кушали камушки, и потом у них зоб становился толстый, толстая шея, и они погибали, прямо ложились там. А на дворе стоял месяц май. 1 мая 1986 года в Киеве состоялась первомайская демонстрация, но мало кто подозревал о смертельно опасном излучении, достигшем тогда Киев и его окрестности. В первые дни после аварии в Украине преобладал северо-западный ветер, радиоактивные облака летели на Беларусь, но перед 1 мая ветер меняет направление и радионуклиды идут прямо на Киев. Самое страшное и преступное, партийные руководители знали об опасности, но демонстрацию не отменили. Из статьи Стаса Полескова смертельный 1 мая в Киеве, 1 мая 1986 года, авария на Чернобыльской АЭС. Очень было сильное цветение. Радиация способствует цветению. И такого цветения никто не видел. Сады цвели. Вообще город Чернобыль, в основном там частные деревянные дома. И у всех сады. Там были цветы сантиметров по 50. Вот такие вот яблоки. Такой запах стоял изумительный. Ну, весна была не у радости, как говорится. Но, как вспоминает Наркевич, Чернобыль как будто вымер. Дома стояли пустые. Кое-где болталось на веревках белье, которое не успели снять хозяева. Учет радиоактивного заражения уличного состава у нас начался только через неделю. Вы выдали дозиметр только через неделю. И начался учет в штабе, кто сколько получил радиоактивного заражения с помощью этих дозиметров. Вы сколько получили? 31 рентген я получил по тем измерениям. И вот кто получал уже после 25 рентген, их начали готовить на замену. Когда не хватало солдат проводить радиационную разведку, садились за рычаги офицеры. Я три дня подряд на РХМ за рычагами, как водитель-механик. Как водитель-механик ездили под реактор с парторгом отряда. Он был на приборах, замеряли уровень радиации вокруг реактора, где парашюты сбрасывали летчики в жерло этого реактора. Подъезжали прямо туда, делали разведку, выезжали к концу дня. И об этих всех заражениях докладывали на карты в штаб руководства. У вас были специальные костюмы? Нет, никаких специальных костюмов не было. Сначала мы пытались одевать средства химической защиты, но они совершенно не помогали, естественно, от радиации. И мы перестали это делать. Никаких средств защиты не было. Единственное, что был плюс, это ежедневно мы мылись. Есть передвижные бани такие, на базе ГАЗ-66 ДДА называется. Мы мылись в бане и одевали всегда новую одежду, включая верхнюю и включая обувь. В июне настала очередь замены очередной группы офицеров, в которую попал и Юрий Александрович Наркевич. Его условно полученная доза облучения за период командировки составила 31 рентген. Вместе с другими участниками ликвидации аварии Наркевича привезли в госпиталь Киева. После двухнедельного обследования и лечения их группами на поезде отправили в Саратовскую область, в пункт постоянной дислокации части. Позже Наркевич был награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Второй пожар на реакторе вспыхнул тогда, когда его совсем не ждали. 23 мая 1986 года снова заполыхал огонь поврежденных апрельской катастрофы в помещениях 4-го атомного энергоблока АЭС. У недостроенного еще саркофага над реактором, излучающим сильную радиацию, горели главные циркуляционные насосы и кабели высокого напряжения. Категорически запретив направлять к месту пожара боевые расчеты, Владимир Максимчук во главе разведывательной группы сам проник в зону возгорания. Разведка установила места и характер возгорания, но самое страшное – излучение составляло 250 рентген в час. При такой дозе излучения человек мог работать только несколько минут. Тогда подполковник Максимчук принял решение, которое впоследствии назовут единственно верным. Вся техника вводилась в зону ликвидации пожара и оставалась там. А люди работали там по 10 минут боевыми группами. Пока одна группа тушила пожар, вышедшие из огня бойцы докладывали готовившуюся группам обстановку и разъясняли, что надо делать. Бойцы расчетов работали, сменяя друг друга. Но Владимир Максимчук шел в пекло практически с каждой группой, контролируя развитие обстановки и оперативно реагируя на ее изменения. Когда все побывали в пекле, но пожар еще продолжался, люди, по примеру, командиры пошли туда вторично, без приказа. Утром пожар был ликвидирован. Из 318 бойцов пожарной охраны, которые сражались с огнем и радиацией в ту ночь, 40 попали в госпиталь, в том числе и Максимчук. Он получил огромную дозу радиации, лучевые ожоги ног и дыхательных путей, надолго лишился голоса. После тяжелой болезни генерал-майор Максимчук скончался 22 мая 1994 года в одном из московских госпиталей. Сегодня его именем назван Ульяновский областной медцентр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия и профессиональной патологии. В музее несколько стендов рассказывает о его героическом подвиге. Когда случилась Чернобыльская трагедия, мы были подняты по тревоге, выполняли план отмобилизования, выполнили план отмобилизования. И в июне мы были отправлены в район Чернобыля, где основную задачу выполнял батальон связи по обеспечению связи с подразделениями, выполняющие работы как на Чернобыльской АЭС, так и в зонах ликвидации, диагазации, дезактивации населенных пунктов. Юрий Иванович Сущенко после окончания военной академии связи в 1985 году был направлен для дальнейшего прохождения службы в Киевский военный округ. На должность командира части 25-й гвардейской мотострелковой дивизии имени Чапаева с местом дислокации в украинском городе Лубный. Сооружение ограждения из колючей проволоки в три ряда вокруг всей 30-километровой зоны, зоны отчуждения, являлась главной задачей батальона в 350 человек, в числе которых был Сущенко. Нам еще как связистам дополнительно мы обеспечивали связь со всеми частями и подразделениями дивизий, которые выполняли работы по ликвидации последствий, как на самом реакторе, так и на территории вот этой 30-километровой зоны по ограждению этой зоны. Вы шли, наверное, по территориям, где были раньше села. Вот как они выглядели, эти села? Да, мы проходили по этим территориям. Внешне изменение стояло только единственное, пострадал сосновый лес. Он был рыжий, как его потом стали называть, рыжий сосновый лес. А так, в принципе, не видно каких-то поражений или что-то такое. Но если проверить прибором зону зараженности, сразу очень высокий уровень радиации. Мы проводили дезактивацию, водой смывали зараженную пыль с домов и убирали верхний слой почвы и вывозили на могильник. Людей, конечно, там уже начали эвакуировать в это время, людей практически там не было. Картина, конечно, ужасающая. Брошенные дома, брошенные хозяйства там, конечно, страшная штука. Как вы себя чувствовали в те дни? Вы знаете, в те дни, вот когда выходишь, мы в респираторах тоже, когда носили респираторы, то было какое-то першение вот в горле. Вот такое вот ощущение постоянно, что вот когда выезжали мы из района заражения, ну, вроде нормально дышишь. Опять заезжаешь, опять першит, горло очень першит. Вот такое вот ощущение. А так, в принципе, ну, радиацию не чувствуешь ее влияния. Хотя показания прибора, как покажут, что здесь зона зараженная. Судьба распорядилась так, что по окончанию службы Юрий Иванович Сущенко вновь вернулся в Ульяновск, только теперь в качестве преподавателя в Ульяновской училище связи. Потом по выслуге лет ушел на пенсию. В 2010 году попал в Центр профпатологии после обширного инфаркта и шунтирования на сердце. Согласно заключению комиссии, причиной стало влияние радиации. Как раз во время нашей встречи Юрий Иванович Сущенко проходил лечение, и мы попросили его лечащего врача показать, какие процедуры проходят их пациенты. Как правило, у наших пациентов полиорганная патология, то есть имеется сразу несколько заболеваний. И уже в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи мы оказываем лечение. Радиация, как правило, затрагивает все органы и системы. Но, конечно, самое опасное – это онкологические заболевания. Мы видим, да, как результат воздействия. Это и сердечно-сосудистые системы, и органы пищеварения. Это заболевания нервной системы. То есть, как правило, радиация бесследно не проходит ни в каком органе и системе. Следующий наш собеседник – майор в отставке Александр Борисович Инсаркин. В общей сложности в Чернобыльской зоне он был более 7 месяцев. Первоначально прибыл я на Чернобыльскую станцию в мае 1986 года. Прибыв из Германии по замене, техника моя находилась в Чернобыле, и мне нужно было принять эту технику. И в течение недели я находился в населенном пункте Деброво, это в 30-километровой зоне. Я принимал эту технику, радиация была в то время там относительно высокая, где-то 7-8 миллирентген в час. Некоторые моменты жизни в зоне отчуждения Александра Борисовича удивили. Я не в самой станции был, а в самом населенном пункте Чернобыль. Это обыкновенные деревни, частные дома. Но вот стоят улицы, стоят, допустим, 3-4 дома, потом раз – это. Дома нету, и забетонированная площадка. Спрашиваю, почему в этом месте было пятно радиоактивное, поэтому этот дом убрали. Как отметил Чернобылец, деревни вокруг самой станции были брошены на 90%. Примерно 10% стариков остались в своих домах. И были такие случаи, когда мы возвращались на машине оттуда, решили сократить дорогу и поехали напрямки в какое-то село. Забуксовали. Начали искать, чем откопать у машин колеса. Представляете, заходим в эти хаты, заходим в сараи, ни одной, ни лопаты. Только гвозди может остаться, и доски, и все. Все вынесено, вывезено было. В конце 86-го года Александр Борисович Инсаркин вновь вернулся в Чернобыль начальником сборного военного узла связи. Я там находился и обеспечивал связь два периода. Офицерам разрешалось только три месяца. А мне пришлось там побыть семь месяцев. Но командование части приняло такое решение. Просто разорвали мне этот период, чтобы не нарушать приказ. Три месяца, потом через три дня, еще на три месяца. А потом вообще забыли про нас. Те, кто нас туда посылал, контролировал это Прикорпатский военокург из-за Львова, они уже пошли на повышение, уехали в Москву. Когда я им звонил, что-то докладывал. Они говорят, ну про вас-то и забыли. И вообще, зачем вы там нужны? И через семь месяцев нас поменяли. За успешное выполнение правительственного задания, мужество и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии, Александру Борисовичу Инцаркину было присвоено внеочередное звание майор. Он продолжил службу в Житомире Прикорпатского военного округа, где дислоцировалась его часть. В Ульяновск Александр Борисович вернулся в 1994 году. Он отказался оставаться в украинской армии, принимать там присягу. В Ульяновске он ушел на пенсию, ему было всего лишь 39 лет, после чего работал на разных предприятиях города. Следующий наш собеседник Владимир Николаевич Колесников, тоже связист. На момент, когда произошла авария, он выполнял интернациональный долг в Республике Афганистан. За мужество и воинскую доблесть награжден боевым орденом Красной Звезды и отмечен правительственной грамотой. Позвонили, надо ехать в Чернобыль. Я после 1984-1986 год был в Афганистане. И после, ну, пока ждал направление в Киевский военный округ, мне предложили, ну, согласно, предложили, не предложили, а приказали ехать в Чернобыль. Вот я с февраля 1987 по март 1987 года принимал участие вот в этой ликвидации. В Чернобыле Владимир Николаевич был заместительным командиром автомобильного батальона. Батальон примирался в селе Аране, 30-кометровой зоне. А самый батальон выезжал на работу именно непосредственно на станцию. Занимались вывозом техник, которая уже отработала свое в могильнике, и радиоактивные отходы и захоронения. Блиц захоронения радиоактивных отходов был создан для изоляции от окружающей среды высокорадиоактивной техники, которая участвовала в ликвидации последствий аварии на 4-м энергоблоке. Он сооружался в течение очень короткого времени, благодаря чему уже в декабре 1986 года был введен в эксплуатацию. ПЗРО расположен в полутора километрах от электростанции на территории хутора Подлесной. Могильники Чернобыля – это не только территория Подлесной. Имеется также и приповерхностный пункт Пуряковка. В статье «Могильники Чернобыля» радиоактивные отходы зоны отчуждения. Особо хочется отметить Владимира Федоровича Новосад, секретаря общественной организации ветеранов и выпускников Ульяновского военного училища связи. Собственно, благодаря ему состоялась встреча с чернобыльцами. Все они стали героями его книги – выпускники УВУЗ в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС имени Владимира Ильича Ленина. Она вышла накануне 35-летия со дня аварии на Чернобыльской АЭС. На момент аварии Владимир Федорович служил в Одесском военном округе, начальником узла связи. 12 ноября в составе оперативной группы от штаба округа Одесского военного округа был направлен во второй сектор 30-метровой зоны. Сама зона была поделена на четыре сектора. Это был уже 1987 год. Как отметил Владимир Федорович в своей книге, служебные обязанности и их исполнение фактически ничем не отличались от обычной служебной деятельности офицера в полевых условиях. Вместе с тем обязанности окрашивались фоном выполнения партийного и правительственного задания и незримой опасностью везде, где бы ни находились и чего бы ни делали. Как напоминание о той страшной аварии и ее жертвах, на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Рябикова в Ульяновске, недалеко от медицинского центра, возвышается триумфальная арка Сколковым, памятник пострадавшим от радиационных аварий и катастроф. В Ульяновске он был открыт 15 лет назад. Пусть же сохранится память о тех трагических днях, чтобы на нашей земле никогда не повторился Чернобыль. Низкий поклон и вечная память героям-ликвидаторам Чернобыльской аварии.